Уважение — это не то, чего можно требовать в своей жизни. Его можно только заслужить. Не имеет значения, будь это ваши родители или преподаватели, духовные учителя, политические лидеры, или даже сам Бог спустится на землю и скажет какую-нибудь глупость. Вы должны быть способны поставить это под сомнение. Когда на вас возложена такая ответственность, вы должны позаботиться о том, чтобы истина была единственным авторитетом. И авторитет никогда не воспринимался как истина. Садхгуру, скажите, как задавать вопросы авторитетным людям, не проявляя неуважения к ним? Ведь с самого детства нас учили, что нужно слушаться старших, поскольку они знают лучше и всегда правы. Но они всего лишь люди. И вполне возможно, что они неправы или допускают ошибки в своих суждениях. Как вы думаете? И сейчас не говорю только о родителях. Это могут быть политические лидеры, ученые, эксперты. Я тоже. Духовные лидеры тоже. Как нам задавать им вопросы, чтобы выйти за рамки традиционных взглядов? Именно так, как ты делаешь сейчас. Не проявляя неуважения. Я понимаю. Но все же они могут воспринять это как вызов их авторитету. Уважение — это не то, чего можно требовать в своей жизни. Не совершайте такой пошлости. Не требуйте уважения. Вы можете только заслужить его. Вы не можете его требовать. Стоит вам начать требовать уважения, и это становится чем-то вульгарным. Да или нет? Итак, вы стоите на одну ступень выше кого-то и требуясь уважения. Или все, что вы сделали, родились на несколько лет раньше, чем кто-то другой. И вы заявляете, «Я старший». Должно быть, такое случалось в колледже. «Я на год старше. Относись ко мне с уважением. Хотя я только на один год раньше поступил в колледж, теперь я старший». Это печальная реальность, которая прочно утвердилась в мире. Во имя религии, во имя власти, во имя родительства, самыми разными способами. Мы пытаемся установить, авторитет есть истина. Нет. Авторитет — это не истина. Истина. Вот единственный авторитет. Вот почему такое название. Молодежь и истина. Истина — это единственный авторитет. Ничто другое не является авторитетом. Я задаю вопрос, и кто-то выходит из себя. Если вы задаете вопрос, и кто-то начинает злиться, значит, он просто не знает ответ. Предположим, вы сидите на экзамене, смотрите на вопросы и не знаете ни единого ответа. Разве вы не будете сходить с ума? Точно так же злятся и они. Понимаете? Да? Вам дали лист с вопросами, а вы ничего не знаете. Это же заставит вас психовать, да? То же самое происходит и с ними. Так что нужно понять это и проявить немного сострадания. Когда вы задаете вопрос, и это выводит кого-то из себя, значит, у них нет ответа. Поэтому вы должны проявить сострадание и деликатность, поскольку они старше вас. Они родились раньше вас, но они ничего не знают лучше вас, и это их слегка бесит. Пожалуйста, уступите им немного. Что поделать? Они выросли немного больше вас. Но все же это не означает, что вам нужно подчиняться. Ничего страшного. Нет необходимости вступать в противостояние. Прежде всего, вопрос — это инструмент. Вопрос — это инструмент, чтобы копнуть немного глубже. Не так ли? Да? Но если кто-то задает вопрос, чтобы доказать свою точку зрения, в этом нет ничего хорошего. Так что не задавайте вопросы родителям или кому-то еще, просто чтобы доказать свою точку зрения. Спрашивайте, если вы искренне желаете знать. Люди спрашивают меня, садх-гуру, какого рода вопроса вам можно задавать, а какие не следует? Я говорю, что даже самый глупый ваш вопрос, если он что-то значит для вас, он что-то значит и для меня. Если для вас он ничего не значит, не спрашивайте у меня такие глупые вещи, потому что и для меня они не имеют значения. Но если вопрос что-то значит для вас, пусть это и глупый вопрос, или кто-то другой думает, что это глупый вопрос, но он что-то значит для вашей жизни, тогда он имеет большое значение для меня. Поэтому убедитесь, что ваши вопросы искренние, кому бы вы их не задавали — родителю, политику или духовному лидеру — не имеет значения, кому вы задаете вопрос. Когда вы задаете вопрос, вы должны понимать, что цель вопроса состоит в том, чтобы выйти за пределы того, что вы знаете, и попасть на неизведанную территорию. В этом и заключается идея вопроса. Но вы задаете вопрос, чтобы доказать чью-то глупость. Тогда они могут разозлиться, потому что вы вступаете на их территорию. Но лучше вам позаботиться о своей жизни, потому что ваша жизнь — это не только ваша жизнь. То, как вы распорядитесь своей жизнью, определит, каким будет этот мир, не так ли? Когда на вас возложена такая ответственность, вы должны позаботиться о том, чтобы истина была единственным авторитетом, и авторитет не воспринимался как истина. Не имеет значения, будь это ваши родители или преподаватели, духовные учителя, политические лидеры, или даже сам Бог спустится на землю и скажет какую-нибудь глупость. Вы должны иметь возможность поставить это под сомнение. Такова природа индийской культуры в Индии, даже когда приходили те сущности, которых мы считали божественными. Все, что мы делали, задавали вопросы. Бесконечные вопросы. Когда пришел Шива, его жена Парвати изводила его миллионом вопросов. Когда пришел Кришна, Арджана задал ему тысячу вопросов. Вопросы, вопросы, вопросы. Однажды мы путешествовали по Тибету с группой людей примерно из 42 разных стран. И один мужчина из Индии, который жил в США, хотел задать вопрос. Как только я сказал «можете задавать вопросы», он тут же поднял руку и встал со своего места. Он задавал вопрос 8 минут и не собирался останавливаться. Я сказал «это слишком длинный вопрос». Затем я объяснил остальным, потому что они все сидели вот так. Они все из разных стран и не могли понять этот вопрос. Я сказал «видите ли, это типичный индийский вопрос». Вопрос внутри вопроса, внутри другого вопроса, внутри еще одного вопроса. Индийцы — эксперты в этом, поскольку у них за спиной 15 тысяч лет культуры, в которой они придумывали вопросы подобным образом. Не имея значения, придет Кришна или появится Шива, они хотят застать их врасплох. В этом вся суть. Так что я сказал «это классический индийский вопрос» и попытался объяснить, как устроен индийский ум и почему он задает такие вопросы. Влияние культуры. Тогда одна женщина из Китая сказала «Садхгуру, я работала в ООН и даже там только индийцы задавали вопросы». Мы никогда не задавали вопросы, только индийцы постоянно задавали вопросы. Я ответил «такова Индия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова